Всем большой привет, дорогие друзья! Вы на канале Когнитивный Надзор. Меня зовут Вадим Завицкий. Здесь мы обычно разбираем когнитивные искажения, логические ошибки, разного рода манипуляции в речи публичных спикеров. Ну и вообще говорим о коммуникации. И сегодня у нас в гостях Юлия Леонидовна Латынина. Первая без Леонидовны. Как я понимаю, мои когнитивные ошибки будут разбирать? Вряд ли. Может быть, в другой раз, но не сегодня. Сегодня я все-таки хотел предложить вам поговорить о нарративах. Эта тема давно меня беспокоила и много просили порассуждать. И, по-моему, лучше собеседника, чем вы, для этой темы найти трудно, потому что вы одновременно и писатель, то есть рассказчик, человек, который занимается историями, и одновременно политический аналитик. Но, наверное, не все до конца понимают, а что это вообще такое. Могли бы вы для начала это прояснить? Что такое нарратив? В современном политологическом языке нарратив – это, я бы сказала так, способ подачи материала. Это очень хорошо, когда вы слушаете разных людей, имеете доступ к разным нарративам, потому что у вас возникает стереоскопическое зрение. Вы понимаете, что эти описывают это так, эти описывают это так, эти врут там, эти врут там, а может быть, кто-то вообще не врет, потому что совершенно необязательно истина находится посередине. Если вам Гитлер говорит, что евреи ели детей, а евреи говорят, что Гитлер устроил Холокост, то истина не находится посередине. А истина заключается в том, что детей евреи не ели, а Холокост был. Но, тем не менее, тут тоже надо бояться, не думать, что середина находится в объективности. Иногда середина, иногда объективность находится действительно чисто в одной из точек зрения. Вот если мы имеем в виду какой-то нарратив, в котором есть заведомое противоречие... Давайте я попробую подкинуть пример, чтобы мы могли от него отблокнуться. Допустим, есть российский нарратив о том, что Россия – это такой кладезь традиционных ценностей. Воюем не из каких-то меркантильных соображений, как это делают западные страны. Мы воюем за традиционные ценности, за свою родину, которая находится на грани исчезновения, под гнетом НАТО. А с другой стороны, если нам не заплатят несколько миллионов рублей, то надо ли нам идти ее от этой, казалось бы, экзистенциальную угрозу защищать. Но если она экзистенциальна, то о каких деньгах может идти речь? Тогда все хватаем винтовки и бежим на фронт. Нет, вот здесь никакого противоречия нету. Потому что как раз история про защиту традиционных ценностей, она целиком находится в русле нарратива. То есть она целиком в семиосфере, скажем так, находится. Вам же генерал Гурулев и вот все вот эти вот Ацкобеева и так далее. Они же вам не заявляют с экрана телевизора, типа, давайте защищать традиционные ценности, кстати, вам заплатят 5,2 миллиона рублей. Традиционные ценности, они защищаются в телевизоре, а 5,2 миллиона рублей они платятся в кассе. Поэтому никакой противоречия нету. Как мы знаем из замечательного фильма «Трофимовый русский на войне», не знаю, вы смотрели или нет, потому что его широко не показывали. Не, не довелось. Я посмотрела с величайшим удовольствием. Там есть как раз момент, когда герои спорят с собой, ради чего они идут на войну. И они все сходятся в том, что они идут ради денег, и кто-то там заикается о каких-то высоких ценностях, ему говорят, как бы это сказать в переводе с русского матерного, ему говорят «не свисти». А вот это интересный момент. Я сам постоянно рассказываю, что пропаганда не всегда претендует на то, чтобы в неё поверили обязательно. Почему люди нуждаются в этом нарративе, если они до конца в него не верят? Это не столько люди нуждаются в нарративе. В данном случае государство нуждается в нарративе, потому что оно делает всё мероприятие несколько дешевле. Я обращаю ваше внимание, что у нас есть главная категория, которая сейчас экономически страдает от войны населения. Это бесспорно пенсионеры, у которых сжирает инфляция, просто их пенсии. Если у них есть сбережения, то сбережения. Это наиболее распропагандированная категория населения. То есть, если ты веришь в нарратив, ты действительно пойдёшь подешевле. А мы можем проговорить, как, на ваш взгляд, сегодня выглядит, потому что они же видоизменялись по ходу войны, и, может быть, мы можем проследить эти изменения, как выглядит сегодня доминирующий прокремлёвский, пророссийский, пропутинский нарратив, и как выглядит доминирующий нарратив в Украине сегодня, связанный с войной, конечно. Понимаете, вот ровно с того момента, как Путин стал платить деньги, большие деньги, когда он понял, что на одной халяве не проедешь, то мне кажется, что всё остальное стало, ну, как бы для него достаточно глубоко вторично, потому что есть люди, которые идут воевать за деньги, и они идут воевать за деньги. А другое дело, что, да, нарратив является такой смазкой, что вот если бы они, как бы если бы общество это, скажем, активно не одобряло, то они бы, допустим, больше денег просили. Это вот приблизительно те данные, которые, те социологические данные, недавно мой знакомый их хороший, Дмитрий Некрасов, вообще замечательный, он скорее экономист, чем социолог, но они сделали какую-то совершенно удивительную вещь, они просто решили посмотреть, сколько у Путина ещё есть, возможно, солдат, и провели социологический опрос. Как раз вот тут просто подходили к людям на вокзалах и так далее, и спрашивали, а за какие деньги вы согласны идти воевать там, при каких условиях и так далее, там выяснилось масса удивительных закономерностей. Например, выяснилось, что чем больше у человека детей, и если он женат, то тем больше вероятность, что он пойдёт воевать за меньшую сумму, чем пойдёт холостой. А те, которые уже задумывались, то есть себе проговаривали такую историю, они приблизительно понимают расценки на рынке, и они ценят себя гораздо дороже, чем тот резерв, который иногда называет, за какие деньги бы он пошёл повоевать, и называется значительно дешевле, чем, по крайней мере, максимальные ставки, которые сейчас предлагаются в Москве. Это значит, что люди не знают, сколько предлагают, это значит, что там их общий вывод был, что у Путина резерв на самом деле неограниченный, потому что денег у него достаточно, и вот этих людей, даже если из них, словно говоря, каждый десятый готов пойти, то всё равно их вполне хватит. Мне кажется, что у Путина действительно сильно исчезла, вот сильно ослабла эта идеологическая составляющая, потому что, смотрите, деньги контрактники получают, дальше у него элита, которой, ну, как-то надо было объяснять, про биологические лаборатории и так далее. Она оказалась в одной лодке с Путиным, потому что её отрезал от зарубежных счетов сам Запад, то есть железный занавес опустился не с той стороны, как ожидали. А кроме того, огромное количество людей сейчас зарабатывает на войне, потому что у них возникают какие-то совершенно неожиданные новые рынки, от просто там рынка, условно говоря, самого обыкновенного постельного белья, которое стало выгодно производить в России, потому что, соответственно, рубль стал дешёвый, импорт стал дорогой, постельное бельё стало как бы, наверное, способным. До каких-то абсолютно уникальных рынков, вот я, например, вам приведу такой пример, что есть... США как-то пытаются ограничить платежи между Россией и Китаем. А в результате возникает рынок, новый рынок, того, как перевести эти деньги безопасным путём. Там это можно делать через криптовалюты, через какие-то другие вещи. Там объём доходов, только доходов на этом рынке, если я не ошибаюсь, я опять сейчас говорю со слов Дмитрия Некрасова, но он считал. Поэтому, если что, претензии к нему. Ну, 20 миллиардов долларов в год. 20 миллиардов долларов, которые валяются на дороге того, кто это подберёт. То, во-первых, вы можете это остановить? Никогда. Это можно только увеличить доходы. Вот если доположить какие-то дополнительные ограничения, то можно будет заработать не 20, а 30 миллиардов. Соответственно, просто люди стали потирать руки, как говорят, ещё нам привалило. И второе, ну вот если эти люди заработают 20 или эти 30 миллиардов, ну, сейчас 20, теоретически, то скажите, пожалуйста, им нужна какая-то идеологическая мотивация? Вот как раз правильно ли я понимаю в таком случае... Нафига им нарративы? С российской стороны, да, нарративы, вообще идеологизация войны с российской стороны значительно меньше, чем с украинской. Вы знаете, нам тут надо будет просто посмотреть социологию, потому что я очень не доверяю социологии обоих сторон. Вот в Украине центр Зумкова пишет одно, а потом приходит Гэллоп, считает и оказывается, что это совершенно другое. Но, кроме того, я общаюсь там с достаточно большим количеством людей с той и с другой стороны, и ни у кого из них нету, в том числе и военных, с которыми украинских иногда и общаются, но нету никакой, скажем так, идеологической обоснованности. Но, тем не менее, для них же это война за существование, и это таким образом подаётся и подавалось всегда. Нет, я боюсь, что это... То есть это действительно, наверное, была война за существование в тот момент, когда колонны Путина рвались к Киеву, а в тот момент, когда это оказалось приблизительно в тех местах, где существовала АТО на Донбассе, то, собственно, воспроизвелась ситуация 2014 года, когда Порошенко, собственно, отделил войну, назвал её АТО и отделил войну от существования всей остальной Украины. И тогда вот очень некоторые люди, с которыми я общалась, у них был просто шок, потому что они, допустим, приезжали из зоны АТО, где вот только что смерть, вырванная кишки и так далее, в Киев, и видели, что Киев поёт и пляшет, и у них вот прямо вот к этому гражданскому населению, которое забило на войну, рождалось... Ну, как же так можно? И я, и многие, несомненно, там, многие люди в России, которые оказались за границей, они были там достаточно тяжело ранены, когда Зеленский вдруг сказал, что пусть россияне возвращаются в Россию и свергают Путин. Это как бы такой был серьёзный удар копытом в грудь, всё последующее уже меньше значило, то есть... И не совсем было понятно, почему это звучит из уст человека, который, ну, я не знаю, на путинском телевидении изображал Саакашвили, руёщем свой галстук. То есть вряд ли можно Зеленского заподозрить в том, что он произносит подобные вещи, иначе как ради пиара. И мне очень сложно судить, насколько в обеих странах население поддаётся пропаганде. Хотя понятно, что какая часть населения, особенно самая активная, она, да, очень наэлектризована. С другой стороны, чем с самого начала стала заниматься украинская пропаганда, действительно, с самого начала, а дальше к этому присоединился и Зеленский, и просто неофициально... А, нет, официально поддерживали, хотя при этом также существовали вот эти вот неофициальные сетки, которые действовали там в разных социальных сетях, и которые, на мой взгляд, представляли собой принципиально новый тип пропаганды. Не только, естественно, с украинской стороны, с российской тоже. Когда у вас нет чётко выраженного... Когда вы не можете схватить политика, который это сказал, с высокой трибуны. А это как бы вот это всемирное общественное мнение людей, которых нельзя отличить от ботов, потому что они добровольно стали ботами и добровольно примкнули к тому мнению, которое они очень часто слышат, и которое, как они вместе состоят, плывут вместе. Человек же статное животное, и если он считает, что какое-то мнение нормальное, он к нему с радостью присоединяет. И вот как раз украинская пропаганда, она очень стала такую неомарксистскую идею, на мой взгляд, развивать, что я имею в виду под неомарксизмом. Это вот действительно то, что сейчас в значительной степени торжествует на Западе. Ну, правда, потерпела поражение серьёзное с победой Трампа. И это неомарксисты, они всегда находят кого-то, кому они называют жертвой, и они всегда считают, что жертвы должны. Там неважно, вы мусульмане, вы чёрные, в общем, вас должны угнетатели, которые вас обижали. Совершенно замечательно, если кто-то был колонизатором, если кто-то был колонизуемый. И это очень смешно, когда те лекалы, которые там, я не знаю, применяются для описания отношений Зимбабве и Великобритании, стали применяться украинскими жалевыми и украинскими пропагандистами для отношения, для описания отношений Россия и Украины, со словами, что вот это первых россияне были колонизаторы, а мы жертвы, мы колонизованы, значит, нам должны. И, соответственно, а вот колонизаторов мало того, что они должны понести поражение, и весь мир должен нам, жертвам в этом, помочь, так надо ещё их деколонизовать и расширенить. А это несправедливо. Почему? Потому что там половина элиты этой империи-колонизаторов состояла из представителей колонизуемой территории, как представители. Какие ещё причины, почему это на самом деле не так? Почему нельзя провести такую прямую параллель между Великобританией и её колониями и Россией и Украиной? Ну, для начала весь этот колонизаторский и деколонизаторский дискурс, да, так просто вообще к России и Украине он вообще не применим, потому что это совершенно другая история. Но если говорить вот о классических неомарксистах, которые рассуждают о нехорошем Западе, который колонизовал несчастный Алжир, несчастную Замбию, построил там год до дороги и научил грамоте, то это происходит вот в рамках вот этого самого нарратива, антиколониального нарратива, который на самом деле не антиколониальный, а который на самом деле направлен против Запада, против его ценностей, реальных ценностей, индивидуализма, свободы, неприкосновенности права собственности, ответственности, логики, рацио, индивидуальной ответственности и вот этого всего прочего, и который заменяет вот этим неомарксистским понятием, что раз мы слабые, раз мы лузеры, значит, мы являемся носителями гена справедливости, и нам все должны. Это в принципе плохо, потому что если Европа колонизовала Африку, то африканская страна, та, которая колонизована, или мусульманская страна, та, которая колонизована, должна задаться тем же вопросом, который задавались турецкие просветители в XVIII веке. А что с нами случилось? Почему мы так отстали, что нас колонизовали, а не наоборот? То есть, по-вашему, это поиск оправданий, вместо того, чтобы, собственно, решать вопрос? Это не поиск оправданий, это развлечение богатого общества, в котором новая марксистская церковь и союзная ей бюрократия создаёт коалицию самых разнообразных жертв, которые представляются как угнетаемые меньшинства, но должны составить большинство, которое проголосует за эту новую церковь и за эту новую бюрократию, которое ради них будет делить богатых и успешных. И надо объяснить жертвам, что они жертвы и что им все должны, и надо объяснить богатым и успешным, что они белые патриархальные сексисты, и поэтому они виноваты. И вот вместо того, чтобы задаться историческим вопросом, скажите, пожалуйста, ребята, вот, допустим, Римская империя существовала по обе стороны Средиземного моря, причём южная часть и восточная часть была более богатой, образованной и процветающей по сравнению с какими-то дикими германскими племенами. А что случилось не так, что пошло не так, что те города, названия которых мы читаем в посланиях апостола Павла, превратились в руины, стоящие посередине пустыни. Что эта часть деградировала, что эта часть не стала, в отличие от Европы, развивать науки, развивать прогресс, что эта часть была колонизована вместо того, чтобы колонизовать Европу. И лекала этого нарратива на себя пытается нацепить Украина, если я правильно понимаю из ваших слов. Лекала этого нарратива, насколько я понимаю, стала, ну, оно, во-первых, он любое, очень соблазнительное, потому что, ну, если у вас есть какая-то шанс быть жертвой, то большинство всегда с удовольствием услышит, что оно жертва и что ему должны. Поэтому ему всё должны. Это же даже пошло не с войны, и это довольно большое количество как раз людей, которые преподавали в украинских университетах. В том числе вы будете смеяться на те самые гранты американских не марксистов, на гранты американских демократов. Они рассказывали вот об этом, об этой страшной колонизации, которая, ещё раз повторяю, тут бесполезно ходить и возражать что-то с цифрами в руках. То есть, ну, бесполезно как бы ходить и говорить, ребята, ну, хорошо, как-то, ну, вот та историческая Украина, которая на Переславской Раде вошла в состав Российской империи, ну, будущей Российской империи, тогда Московской Руси, но это было три области, на три воеводства, точнее, польских, ну, как-то вот с тех пор Украина приросла и приросла как раз в ходе завоевания этой самой Российской империи, а потом в ходе завоевания СССР. Ну, если вы хотите колонизоваться, может, вы начнёте с себя и вот там западную Украину вернёте Польше, а юго-восток, это что там, кровавая Российская империя завоевала, ну, вот верните кровавую Российскую империю. Кстати, Россия же тоже себя выставляет жертвой, вот эта история, опять же, можем ли мы назвать её нарративом, наверное, можем, про то, что нас все обманули, что мы-то, в общем-то, полагались на добропорядочных европейцев, на то, что они нас примут в свои тёплые объятия после развала Советского Союза, а не получилось. И обманывали, обманывали, обманывали нас по всем фронтам, но тут мы уже терпеть не стали, и решили всё-таки, русский медведь решил подняться на обе лапы, так сказать, напугать всех. Да, это абсолютно путинский важный нарратив, который там, это на нас нападает НАТО, это мы, значит, загнаны в угол, это мы все огружены. Это же ничего по-имперски, вообще-то, по-моему, империя обычно говорит, я империя, я забираю своё. В том-то и дело, что Путин неожиданно, ну, надо сказать, что это вот вообще популярная история, на нас напали, все-все там, все нас с нами нехорошо обошлись, собственно, это говорил и Гитлер. Иногда самое смешное, что в этих нарративах есть некоторая доля правды, вернее, некоторая доля фактов, но нарратив целиком ложный не потому, что в нём есть какие-то, вот как в булочке изюм, факты, соответствующие, несоответствующие действительности, а потому что, в принципе, с моей точки зрения, любой нарратив, в котором ты себя выставляешь жертвой, он психологически очень комфортный, но моим слушателям, вот нашим слушателям, у меня совет, все время воспринимайте себя победителем. Даже если вот вы действительно оказались жертвой и лежите на самом дне, не расчесывайте это в себе. Ой, как меня обидели, а как мы все должны, ой, как я сейчас дам. Встряхнитесь и идите заниматься своей собственной жизнью. И вот тут, по-моему, отличный момент, чтобы задаться вопросом про нарратив российской оппозиции. И тоже про, во-первых, ощущает ли себя российская оппозиция, ну, наверное, про неё как про единое тело говорить нельзя, какие-то части российской оппозиции ощущают ли себя как жертв и как раз раскочегаривают ли в себе вот эту идею, что мы жертвы и нас надо пожалеть. Это во-первых. А во-вторых, я всё время рассказываю, у меня такая, ну, все это воспринимают как байку, но я вообще-то всерьёз это говорю, что российской оппозиции, на мой взгляд, надо вкладываться в свой Голливуд. Производить сериалы по типу слова «пацана» на самом деле не так и дорого. Сколько-то там я смотрел бюджеты, такие бюджеты точно есть у некоторых лидеров российской оппозиции и не на один сериал. И делать эти сериалы не в серии документальный фильм о том и дальше по списку, что там, как развалился Советский Союз и кто стали предателями в связи с этим в 90-е и так далее. Хотя это тоже интересная история, конечно, но делать художественные сериалы, в которых как раз-таки на уровне нарратива, на уровне истории, заложенной туда, будут продвигаться определённые ценности, но не напрямую, не топорно. Можно я сразу возражу? Возражайте. Почему вы так считаете? Я только что сказала, что любое хорошее художественное произведение должно нести в себе абсолютно разные нарративы. Так это хорошее с художественной точки зрения, оно не с пропагандистской же. Мы с вами, как ценители искусства, скажем, сериал отстой, но если на людей подействует, то... В том-то и дело, что хороший сериал из хорошего сериала или из хорошей книги самые различные люди и извлекут самые различные нарративы. Вот о чём хорошее кино, брат? Ну, это... Давайте какой-то другой пример. Вот хороший советский фильм «Офицеры», например, или какая-нибудь киноэпопея... Не смотрела, поэтому мне стыдно. Хорошо, киноэпопея... Не знаю, они сражались за Родину. Киноэпопея, Озерова про Великое Отечественное и так далее. Сколько людей после этого, выросшие на этом кино в 70-е, решило пойти, например, в советскую армию, исполнить свой долг, допустим, в Афганистане, как они считали. К примеру, наверное, много. Фильмы эти, но фильмы, они сражались за Родину, хороший фильм, я думаю. Хотя в нём понятная идеологическая составляющая и понятная мотивационная часть, на мой взгляд. Но это не делает это плохим фильмом. Хотя посыл очень понятен. В «Огре престолов» какой заложен идеологический? Я же не говорю, что он обязательно должен быть заложен. Но он может быть заложен. Нет. Вот понимаете, вот на чём подрывается, гибнет современный Голливуд. Вот как раз неомарксисты пытаются в рамках Голливуд превращаться в какую-то фабрику социалистического реализма, где непременно, значит, должна быть как-то трансгендер, то-сё, пятое, десятое, и в результате люди плюются и реально перестают смотреть. То есть каждый раз, когда вы в... Фильм становится одноклеточным, фильм становится по определению ну любой хороший роман, любой хороший фильм это полифония, это множество измерений. Нарратив по определению имеет одно измерение. Вот он бьёт в одну точку как кувалда. Ну, вы таким образом будто бы отказываете искусству в агитационной силе, как будто бы художественными средствами нельзя людей в чём-то убедить и протранслировать им нужный нарратив. Разве это так? Ну, посмотрите, сколько вот Путин фильмов снимает и вот как они выглядят. Вот так они выглядят. Вот посмотрите все эти вокнутые фильмы Голливуда. А вот так они и выглядят. Ну, как будто вы просто приводите плохие примеры и из этого делаете обобщённый вывод, что так вообще не работает. Есть же много хорошего кино, которое при этом содержит конкретную идею и заряжает людей, и заражает идеей какой-то. Например, не знаю, фильм про исследование космоса, хороший фильм, какой-то контакт возьмём или, не знаю, прибытие. Вот людей может заразить тем, что они влюбятся в профессию астронома и будут этим заниматься. Хотя по большому счёту профессия астронома она там не такая романтическая, как представлена в этих фильмах, гораздо более скучная, математичная, и вот всё, что касается великих открытий и так далее, это вот такая вот часть. Нарратив ли это, про то, что заложен ли он туда, что работать астрономом или там человеком, связанным с космосом, это великое счастье вообще и большая романтика. Конечно, заложен. Делает ли это фильм плохим? Нет. Куча людей потом идут заниматься этим и всю жизнь этим занимаются, потому что их вот укусил режиссёр таким образом и заразил страстью к чему-то, что он сам очень любит. Да, но это происходит случайно, побочное. Вот я вам приведу два примера. Начало один приведу. Я в юности очень любила детективы про Перри Мейсона и читала лист Энли Гарднера очень много. И как раз поскольку это было в тот момент, когда я училась в литературном институте, мы там происходили всякую социалистическую литературу, я не могла не сравнивать это. И это было очень сильное сравнение, когда я читаю про Лос-Анджелес 30-х годов или там 50-х годов, где жизнь бурлит ключом, где там все предприниматели, какие-то женщины занимаются бизнесом, какие-то женщины спорят наследство, делят, бурят скважины, крадут драгоценности, покупают яхты, убивают друг друга и так далее, и так далее. И вот я сравнивала это с каким-нибудь как закалялась сталь, где или там брусками Фёдора Панфёрова, если я не ошибаюсь, Фёдора Панфёрова, где рассказывалось, как в колхозах вредители травят птицу, и ты понимаешь, какое гигантское количество народной энергии, которое нужно было направить просто тупо на созидание, в этот момент в Советском Союзе зарывалось в колхозах, расстреливалось во врагах, ссылалось в ГУЛАГ, и так далее, и так далее. Это был какой-то абсолютно для меня кошмарное сравнение. Тут недавно вышел фильм Перри Мейсон в рамках вот этого нового волкнутого как раз идеологической адженда. Я, естественно, бросилась его смотреть, потому что как же, это же мой любимый Перри Мейсон. Это же вот про этот брыжущий жизнью, капитализмом, предпринимательством, остроумием. Лос-Анджелес 30-х годов, где все друг друга пытаются кинуть, где все пытаются заработать, где женщины торгуют своим телом, своей умой, привлекательностью, где мужчины покупают этих женщин, и всё-таки кипит, пышет, растёт. Я начинаю смотреть эту фильму. Значит, там Пол Дрейк, детектив, который занимается, который помогает Перри Мейсону. Он, естественно, чёрный, и поэтому по дискриминации выгнанный с Лос-Анджелесской полиции. А Делла Стрит, секретарша Перри Мейсона, если я не ошибаюсь, она то ли одноногая лесбиянка, что ли уж это в этом роде. А сам Перри Мейсон вместо суперуспешного холёного адвоката, который вот просто воплощает в себе то, что называется успех, является каким-то затравленным лузером, который потерял работу, от него прямо с экрана воняется немытой водкой. И я понимаю, просто вот, знаете, как социалистический реализм. И, естественно, я там посмотрела половину первой серии, поэтому, извините, если я не очень точно рассказываю, выключила и подумала, ребят, вы из теории попытаетесь сделать. Слушайте, если вам хочется рассказать какое-нибудь говно в стиле Дэши Эли Хэммета о Лос-Анджелесе 30-х годов, то зачем вы для этого используете романы, которые являются вот это просто символом триумфа логики, деловитости, успеха и американского духа. Возьмите, я не знаю, Малтийского сокола и корролизируйте, что же у вас от Перри Мейсона потянули. Эта штука, естественно, провалилась, там не было никакого второго сезона, потому что я думаю, что все зрители подумали так же, как и я, но я к чему. Вот для меня Перри Мейсон имел абсолютно четкое идеологическое измерение. Это была картина абсолютного триумфа духа капитализма над брусками Панферова. Но Ли Стэнли Гарнер, когда это писал, он совершенно точно об этом даже не думал. Он вообще деньги зарабатывал, он писал чтиво. Это побочный продукт. Я с вами по-прежнему страшно не согласен, но тем интереснее. И я последовательно предприму заход в эту тему. Собачье сердце Булгаковое содержит нарратив какой-то? Да. Какой? Это, кстати, хороший пример. Сейчас я буду извиваться. собачье сердце содержит не столько нарратив, сколько ощущения. И именно, собственно, большой писатель это человек, который свои ощущения, не только свои, может переработать в грандиозную метафрику. Это нарратив, это ощущение, которое заключается в том, что некоторые люди в частности полиграф-полиграф Шариков, он же Клим Чугулкин, не являются, не равны людям, таким, как профессор Преображенский. И долго или никогда не будут равны. И не надо признавать за ними права человека. Иначе Ковововский дом погибнет. При этом представитель, представителем конкретной силы является у нас Клин Чугункин и в дальнейшем полиграф-полиграфич. И как-то все представители этой чудесной силы в произведении выглядят один кража другого. И вот этой полифонии никакой, о которой вы сейчас рассказывали, там, по-моему, не наблюдается. Так что мы и с одной стороны, и с другой стороны почувствовали всю глубину и объёмность нарратива. При этом произведение общепризнанно великое. великое. Ну, во-первых, это метафора, во-вторых, это повесть. И в-третьих, конечно, там у нас точно так же я могу назвать там другое произведение такого же рода, которое тоже является метафорой, например, Чума Камю. Это произведение, которым вот просто под чумой, который начинают болеть жители города и который стоически некоторым противостоит, совершенно очевидно, имеется в виду коричневая чума фашизм и фашистский террор, нацизм. Но если там это всё-таки подразумевается, то в собачьем сердце это проговаривается прямым текстом. У нас не приходит какая-то неведомая болезнь, мы понимаем, что это болезнь, на самом-то деле это определённые политические взгляды или там идеологическая доктрина определённая. Нет, нам прямо говорят, вот пришли большевики, значит, и вот большего антибольшевистского нарратива. В том-то деле нам не прямо говорят, а если бы просто тупо Михаил Булгаков написал повесть о том, как пришли большевики и погиб «Калабуховский дом», нам было бы с вами неинтересно её читать. Ну, допустим, пусть нас рассудят наши зрители, тем интереснее, я наконец-то с кем-то дискутирую в эфире. Спасибо, что с вами комфортно дискутировать, это тоже очень дорогого стоит. Мы создаём ту самую полифонию, потому что, как правило, каждое высказывание не является исчерпывающее истинным. Всё-таки оппозиционные нарративы, каковы они, за ними-то уже вы точно следите, в чём они заключаются? У меня лично складывается ощущение, что их просто внятных нет. Если, например, государственная пропаганда Украины и государственная пропаганда России что-то предлагают, пусть, может быть, не очень убедительное местами, противоречивое, но что-то конкретное, более или менее, то оппозиция в России не предлагает, в принципе, никакого внятного нарратива, и поэтому присоединиться к этому очень трудно. Смотря кто, вот у нас тут ФБК нам предложил очень понятный нарратив о банкере-железняке, которого раскулачивая и уничтожила проклятое государство и правнее, как это называлось, внешний контурбанка и забалансовой компании. Мне очень понравилось, по-моему, ваше изобретение про небалансового члена семьи. Могу честно сказать, что не моё. Где-то я это подсмотрела, зато я боюсь, что я изобрела термин фри-рашинг относительно митинга 17 ноября, что, конечно, является, как видите, очень сильно окрашенным нарративом. Вот как раз прекрасный пример. Как назовёшь, так оно и поплывёт. Саморазоблачение норратора. Да, это, конечно, сильно окрашенный нарратив. Во-первых, российской оппозиции нет. В принципе, не может быть оппозиции в стране, в которой нет демократии. Вот скажите, пожалуйста, Николаю Первому какая была оппозиция? Можно считать, что если у вас нет политического процесса, в России сейчас нет политического процесса, хотя есть общество, то у вас по определению, соответственно, нет оппозиции, а есть только, ну, я не знаю, сопротивление, общество, рефлексия, писатели, публицисты и так далее, и так далее. Меня очень тревожит, я врать не буду, что я вижу, что значительная часть этой оппозиции, ну, вот, сопротивление, видите, я сама себя поймала, стала по мировым меркам вполне себе левой и стала тоже разновидностью вот того неомарксизма, о котором я говорил. Вы вот знаете, кто возглавляет в НЭДе National Endowment for Democracy отдела России и Евразии. Понятия не имею. А это гораздо более интересная вещь, чем Free Russia Foundation, потому что, собственно, это один из главных спонсоров Free Russia. Она возглавляет женщину, которую зовут Мирьям Ланской, и которая замечательна тем, что она много лет назад написала книгу в соавторстве с одним из боевиков Шамиля Басаева, Ильясом Ахмадовым, будущим министром иностранных дел Чеченской Республики. И в этой книге, значит, соответственно, рассказывалось, как они там в Чечне сражались против проклятых русских колонизаторов за демократию. И госпожа Ланской в своих интервью рассказывала, какой вот большой трагедии, что в Чечне под протекторатом ООН умеренные мусульмане не построили демократическое государство в противовес, соответственно, российским колонизаторам. Ну, как мы знаем, вот как-то на фоне тех бородатов и мамок, которые в Европе объясняют неверным, кто они такие и как они будут платить жизью, и на фоне взрывавшейся в Бостоне скороварки, мне кажется, что вот эти вот фантазии госпожи Ланской про демократическую Чечню под протекторатом ООН как-то вот, я бы сказала, не совсем релевантны. И это уже само по себе достаточно интересно, что такой человек распределяет гранты. Но самое интересное, знаете, кто написал предисловие к этой книжке? Збигнев Жизинский. Человек, который, в общем, всю жизнь боролся против геополитик, который всегда мечтал о поражении Советского Союза. И достаточно мне представляется очевидным, что вот в этой ситуации Збигнев Жизинский рассматривал Чечню как Новый Афганистан, который, там банановая шкурка, на которой поскальнется уже не Советский Союз, а Россия. То есть, вот понимаете, еще немного и только дойдем до биологических лабораторий в Украине, потому что мы начали с кремлевской пропаганды, которая рассказывает, что все кругом враги и пытаются расчленить матушку Россию. И вдруг во главе людей, которые распределяют большую часть грантов, мы отнарушиваем человека, который нам рассказывает про демократическую Чечню под протекторатом. Он, и за ней выглядывает собственная персона господин Бжезинский. То есть, вот впереди идут эти неамарксисты с их прекрасными розовые слоны, с их представлениями о действительности и вот лозунгом Куэй Джуссо Палестайн, а за ними мы различаем старых добрых неаконов. И вот я говорю, что следующее? Комары в Украине? Может, я немножко запоздал с этим открытием для себя, но в связи с последним этим митингом, как раз, который был Фри Раша, я так понимаю, организован, меня очень смутила вот эта вся история. Кто-то говорит, что это придираться, ну, у кого-то отняли флаг российский, ну, в общем, такая мелочь, бытовой вопрос, ничего, не требующий какого-то серьезного разбирательства или анализа. А мне-то кажется, что, если мы рассматриваем как раз с точки зрения нарратива, нарратив, он же для кого-то, на кого-то направлен, так вот, нарратив, который исключает из себя российскую символику, традиционную для большинства жителей России, привычную, он точно не может быть направлен, собственно, на этих самых россиян. Здесь много, и вот мы такие же, как вы, но у нас есть возможность высказаться, и мы вот за вас, как бы за себя и за того парня, а мы тут выскажемся, как мы против войны. Как будто бы это все сразу просто перечеркивается невозможностью прийти с российской символикой. Опять же, мне в голову не пришло приходить с российским флагом на украинский митинг, который был украинцами организован, потому что понятно, какой для них это имеет смысловой оттенок. Но если это митинг именно российской оппозиции, ну, тех, кто себя таковыми называет, то, наверное, если он направлен на россиян внутри страны, он должен не отторгать то, с чем себя люди ассоциируют. А если отторгает, наверное, могу предположить, это осознанный выбор в пользу создания какого-то, я не знаю, правительства в изгнании или чего, ну, в общем, какой-то истории локальной и за пределами России и подлинно на какое-то серьезное восприятие россиянами внутри страны, даже не претендующей. Или, может быть, я заблуждаюсь? Нет, я думаю, что получается, что этот митинг, вот, как бы, кто, Алексей Навальный всегда обращался к российскому избирателю, он с ним заигрывал. Отсюда там его походы к националистам и так далее. Это совершенно правильно. Алексей Навальный это политическое животное, всегда просто великолепный. Это человек, который всегда прислушивался, отчего от него хочет услышать достаточно широкая категория населения. Вот, собственно, в рамках того левого нарратива, в котором действует сейчас значительная часть оказавшейся на западе российского сопротивления, они ведут себя как люди, которые обращаются к Мирьяму Анской и Фри Раше. Соответственно, мне кажется, другое достаточно любопытно, мало кто обратил внимание, что вот в результате такого такого устройства нарратива, ну, помимо того, что митинг оказался очень маленький, я просто напомню, что по призыву Навального вышло огромное количество людей, только 20 тысяч было задержано. И из этих 20 тысяч большая часть уехала. То есть, это, казалось бы, как раз те люди, которые совершенно точно могли выйти на западе. Ну, вам скажут, не все же в Берлин уехали, может, в Берлине самая малость? Так там же не только в Берлине были митинги, но с другой стороны, извините, кто же вам мешал выйти в том городе, в который вы уехали? А, простите, там вышло 1800 человек, говорит берлинская полиция, так на платную эрекцию Екатерины Шульман в Берлине собирается 800-900 человек. Так, на минуточку. Да. Я обращу ваше внимание, вот там же интересно не только то, что вырвали флаг, и не только то, что это сделал начальник вот той самой фабрики эльфов Антон Михальчук. А там же ещё какие-то персонажи участвовали в этом вырывании флага, и сейчас вот публикуются их биографии, и ты понимаешь, что там была какая-то повышенная концентрация чудиков и маргиналов на этом митинге. Это очень плохой признак, когда у вас на митинге заведомо начинают доминировать маргиналы, потому что, ну, маргиналы, они приходят в чём, хотел сказать, в шапочках хосфальги, но там действительно были ключики хосфальги, они были как раз по-украински, а вот когда у вас борцы с инопланетянами индивидуационной сексуальной ориентации начинают приходить на митинг, то это как бы очень плохой признак. Трудно не согласиться, трудно не согласиться, но не будем, действительно, а то меня всё время тоже упрекают в том, что, как вы сами выразились, катим бочку на ФБК, вроде как-то и не хочется бочку раскатить. А я не знала, что вы катите бочку, мне тоже не особенно катится, хочется катить бочку, но понимаете, меня последняя, ну, вот, кстати говоря, о нарративах, меня что-то немножко достало, да, люди выкатили эту историю о Железняке, жертве режима, она не зашла, и они сказали, что мы не будем ходить на интервью и не будем участвовать в сраче. То есть, это вся всё, связанная с Железняком, они назвали срачем. К вопросу нарративов, мы нарративы уже с вами разбираем. Дальше я в течение очень длинного времени вижу, значит, нам объявляют митинг, нам начинается срач о флаге, начинается срач по поводу Трита Адагамова, начинается срач по поводу какого-то мирного огонька, который снимают сторонники Каца, начинается... Выходит, по-моему, документалка про Собчак, если я не ошибаюсь, тоже, что меня удивило, они же говорили, что вот вы нас отрываете от важного дела, от расследования гибели Алексея, получается, было ещё время где-то в загашнике ещё про Ксению Собчак сделать документальный фильм. Хватило, получается, ресурсов. А самое главное, это не срач, это другое. И это, это, конечно. Обратите внимание, что значит, от дискуссии по поводу железняка назвали срач, чем мы технично с неё свалили и начали отстреливать бесконечное количество тепловых ловушек. А давайте порассуждаем на эту тему, а давайте порассуждаем на эту тему, давайте порассуждаем, должен быть ли на митинге российский флаг, а давайте порассуждаем, должен быть проходить митинг за границей 1991 года, но вот на карту посмотрите, ребята, на карту боевых действий, посмотрите, я ни о чём другом вообще ещё не... Зеленский сегодня сказал, что они к Крым не вернутся военным путём. Значит, давайте порассуждаем о границе 1991 года. О чём угодно, только не о железнике. У вас, наверное, самый крупный или один из крупнейших каналов, который продолжает приглашать к себе профессора Валерия Дмитриевича Соловья. Я сразу хочу сказать нашим зрителям, у нас на канале он был, я говорю у нас каждый раз, но у нас с вами, друзья, у нас был Валерий Дмитриевич, по-моему, четыре раза. У меня лично к профессору очень хорошее отношение, у меня есть поводы личные его любить, уважать и быть ему очень благодарным, но при этом я не могу не замечать, что нарратив, который активно продвигает из людей, которые публично выступают, мы не будем брать генералов СВР и прочих людей без публичности, всё-таки открытый, он единственный человек, который с невероятной вообще настойчивостью, упорством продвигает нарратив, который не клеится вообще ни с чем из того, что говорят другие силы. Он сам по себе, как ледокол с Путиным в холодильнике двигается и не на йоту в сторону не отступает. Во-первых, что это такое, что это нарратив, как вы к нему относитесь, я имею в виду к нарративу, а не к профессору, и почему считаете правильным и нужным продолжать беседовать с Валерем Дмитриевичем и на другие темы, потому что многих это смущает, многие говорят, нет, такого человека приглашать нельзя, вот как думаете вы? Слушайте, мне кажется, что вот этот нарратив с Путиным в холодильнике это совершенно потрясающий эксперимент вот как раз в практической политологии, а вот во что поверят люди, если они хотят в это поверить? Это же так приятно думать, что Путин в холодильнике. Какое количество людей хочет верить, что Путин в холодильнике? Я думаю, примерно такое же количество людей из древней иудейской секты, которая ждала пришествия Мессии. Им очень хотелось верить, что их Мессия, которого римляне распяли на кресте, через три дня воскрес, и это видели его ученики, они об этом рассказали, и скоро он вернется обратно с войском ангелов на облаках и уничтожит всех римлян, и все будут жить вечно, долго и счастливо. То есть, вы считаете, что это целиком полностью выдумка профессора? Я считаю, что это блистательный социологический эксперимент. Но тем не менее, блистательная выдумка. Но эксперимент, то есть выдумка? Эксперимент. Ну, хорошо, поскольку вам еще проводить эфиры с Валерий Дмитриевичем, да, я не буду из вас вытягивать какие-то более прямолинейные формировки. Валерий Дмитриевич очень хорошо знает, как действуют нарративы, и очень хорошо знает, как действует психология толпы. Вот в том-то и дело. Иногда он, значит, иногда он ставит практические опыты, иногда он делится теоретическими соображениями. Ну, вот просто меня лично беспокоит в этом вопросе следующее. Я не знаю, как вы, вот мне кажется, вы нашли для себя какую-то такую формулу примирения с тем, что проводится такой эксперимент, и ничего в этом страшного нет. В моем же представлении, и, кстати, Валерий Дмитриевич сам об этом говорил много раз в своих интервью, что если бы какой-то человек по подобному вопросу обманывал, и вот таким образом манипулировал бы людьми, такое говоря, это был бы бесчестный человек, который аморальным образом играл бы на чувствах людей, которые настолько устали от всего происходящего, что готовы поверить вот в любую ерунду. И мне, честно говоря, так и кажется, что если бы какой-то человек это все выдумывал с любыми целями, какими бы они благими, может быть, ни были, или какими-то экспериментально-научными, это просто отвратительная мораль. Я лично сталкиваюсь с такой ситуацией. С одной стороны, лично у меня профессор вызывает и интерес как исследователь, и как спикер, и уважение, и какую-то личную симпатию, но вместе с тем я думаю, я не вижу никаких подтверждений того, чтобы это было правдой, а если это неправда и намеренный вымысел, то как я могу общаться с человеком, который подобным занимается. Вот я нахожусь в этой непонятной, значит, в этом непонятном противоречии. Вот мне просто завидно, что вы для себя его как-то разрешили. Я бы сказала, что мне кажется, что нарратив про русских как коллективного соурона или, например, нарратив про железняка, как это там, внешний контурбанка, мне они кажутся гораздо более злокозненными. Кому мешает Путин в холодильнике? Вот скажите, пожалуйста. Я просто думаю, что это жестоко, это как человека, там, тяжелобольного давать ему какую-то надежду, хотя можно кто-то говорить, да, тяжелобольному человеку можно дать надежду в том числе и основанную на чем-то ложном. Сложный вопрос. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, как вы к этому относитесь. Будем ждать ваших развернутых, интересных мнений в комментариях. А на этом сегодня все. В гостях у когнитивного надзора была Юлия Латынина. Огромное спасибо, что пришли. Надеюсь, что не в последний раз. До новых встреч и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok